Прости, мой старый друг. Я должен разбудить тебя. Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Как настроение? Давайте обсудим, что происходит на рынке. Поехали. Итак, перед нами график цены доллара в сатошах или в биткоинах, как вам угодно. Но на самом деле в сатошах. И мы видим, что это конченый скам. Это конченый скам, потому что доллар потерял 99,9% в периоде своей покупательной способности. В то время как график биткоина к доллару мы видим, что очень-очень сильно и безостановочно растет. И начали мы неспроста с такой глобальной картины, а просто чтобы понимать, кто мы с вами такие. Криптоходлеры, криптоинвесторы или просто голимые спекулянты, которые хотят нарубить иксов. Сейчас вот, к сожалению, на вторых больше на рынке. И, к счастью, к нашему с вами, именно они-то и сливают в эту воронку бесконечную. Потому что рынок – это воронка, куда все сливают. Но мы с вами зарабатываем только благодаря им. Поэтому давайте скажем им спасибо, поставим лайк за них еще раз, за то, что хомяки не вымирают. Хомяк не мамонт, хомяк не вымрет. Смотрите, какой расклад. На месячном таймфрейме мы можем с вами видеть, что EMA Ribbon, сетка, выступает ультимативной поддержкой каждого медвежьего рынка. То есть, ниже нее мы не опускаемся, разве что фитилем вот здесь вот на коронодампе. Но это… Мы сейчас говорим про устойчивое поведение цены, то есть, тело свечи у нас не опускается ниже сетки. Теперь, смотрите, сейчас мы находимся в очень критическом моменте, на самом деле. Несмотря на то, что локально у нас там все затузымунило, и все уже там кипятком писают все, типа лонг на всю котлету, алым. Я, конечно, был бы более сдержанный, потому что, смотрите, ну я сам нахожусь в лонгах, на самом деле. Наверное, вы это знаете. Я нахожусь в лонгах, на Байбите и на Фемиксе. Достаточно агрессивно лонгую. Сейчас это все в пятом плече, там, ну тут у меня золото, поэтому двенадцатое. Как бы вот все мои сделки и ссылки на все эти биржи в описании, если вы тоже хотите лонговать или шортить. Но, ребята, тысячу дисклеймеров – это не финансовый совет. Торговля на бирже, особенно с плечом, это очень опасно, только если вы знаете, что вы делаете. Вот, вы можете посмотреть уроки по этим биржам у меня на канале и потихонечку учиться торговать. Тем не менее, все равно, что мы видим с вами, что мы сейчас находимся на распуте. Мы уже ниже средней цены нашего логарифмического канала, то есть мы как будто бы вступаем в зону медвежьего рынка, здесь вы скажете, да? То есть если у нас в целом вот этот пик выше, чем вот этот, и вот этот минимум выше, чем вот этот, то есть в принципе у нас все еще бычий рынок технически. Но в логарифмическом канале, посмотрите-ка, выглядит как будто этот пик уже ниже, чем вот этот, да? Потому что канал-то растет, линии эти растут. Получается, что в логарифмическом канале, если мы голову повернем чуть-чуть вот так вот, то мы видим, что мы как бы падаем. И мы можем, в принципе, упасть куда-нибудь вот на 30 тысяч долларов, например, и этот мини-медвежий рынок закончится, и после этого только начнется бычий. Можем? Можем. Поэтому смотрите. Все может быть, просто приготовьтесь ко всему. Я больше забычий сценарий, и вот, если мы отключаем логарифмический канал, вы можете видеть, что сейчас мы отбиваемся от месячной сетки пока еще от ее верхней границы. То есть ведем себя как в бычьем рынке, скажем, как было вот здесь, да? Или как было вот здесь. Поэтому сейчас очень важный момент. Если мы сможем удержать сетку, и биткоин пойдет переписывать all-time high, то привет Рафаэлю и всем остальным, кто топил за медвежку. Если же этого не произойдет, и мы сейчас спустимся вниз с сетки, то это будет другой сценарий. Поэтому, друзья, нам нужно быть готовыми ко всему. Лично мое мнение, вы знаете, я думаю, что мы пойдем сейчас переписывать all-time high, и биток увидим шестизначный очень-очень скоро. Вот. Тем более, я так смотрю, мало кто в это на самом деле верит. Опять же, по логарифмическому каналу это будет соответствовать его верхней границе, где обычно у нас заканчиваются пики бычьих рынков, как вы можете видеть. И по каналу BeamBenz это еще лучше видно, потому что у нас даже промежуточные пики доходят обычно до верхней границы, хотя здесь мы еще ни разу до нее не дошли. По BeamBenz мы вообще 1200, а то и 300 долларов уже должны стоить. Вот. Это мой такой макроанализ. Давайте теперь поговорим про локальную картину. Четырехчасовик. Четырехчасовик. Что мы здесь видим? Биткоин. Похоже, все-таки нащупал двойное дно. После идеального ретеста вот этой вот наклонки, просто идеальнейшего ретеста, мы отбились прямо от этого уровня. По Fibonacci, правда, у нас получилось, что это не золотой карман и не 0.78 уровень, а где-то между них от этого уровня мы с вами отбились. В принципе, можно считать, что из золотого кармана на самом деле мы отбились. Поэтому, что сейчас я жду? Я жду сейчас очень сильный отстрел наверх с выносом многих шортистов. Докуда это движение наверх будет? Ну, кстати говоря, можно предположить тоже, натянув обратную сетку Fibonacci сверху вниз, чтобы измерить коррекционное движение наверх. И мы можем видеть, что в целом мы дошли до 0.38 уровня вот здесь. Если мы пойдем сейчас дальше, то следующий уровень это 0.5, 50 тысяч долларов 700. И наиболее вероятный уровень коррекционный, если вы верите в продолжение снижения тренда, то это 55 тысяч долларов примерно, 61.8 по Fibonacci, золотой карман опять же. Вот оттуда может начаться дальнейшее снижение, либо просто сильная коррекция куда-нибудь до 0.38 и потом только наверх. Вот что-нибудь такое в принципе вполне себе может произойти сейчас у нас с вами по биткоину. Но, ребята, дисклеймер может и не произойти, сами все понимаете. Все риски берете на себя, я просто чувак из интернета, который говорит вам, что видит и что сам делает. В целом у нас направленный наверх, ребята, как ни назовите это, вымпел, флаг, что угодно, флет. И я все еще жду, что он пробьется наверх, тем более это похоже на большой такой треугольник бычий, который пойдет наверх. Тем более, сейчас все эти пугалки кризисом, геополитикой и так далее и тому подобное, при этом мы видим, что золото растет, крипта растет и все такое прочее. Но, смотрите, как нам срубить денег-то сейчас? Вы же все хотите здесь и сейчас быстренько иксов наколбасить. Ой, ребята, эта задача, скажем так, самая непростая. Как бы в долгую зарабатывать медленно, эта задача довольно-таки выполнимая. Не могу сказать, что простая, но посильная, скажем так, многим. Но всем-то надо быстро здесь и сейчас, и эта задача очень сложная. И если вы готовы принимать на себя риск того, что вы все сольете и стараться все не слить, то есть на рынке вы по-любому будете сливать, по-другому никак. Но если вы будете сливать меньше, чем зарабатываете, то вы будете уже в плюсе. Поэтому вас интересуют альткоины. Я догадываюсь, что вас интересуют альткоины. Что нам говорит доминация BTC? Доминация BTC говорит нам, что сейчас альтсезон, потому что, смотрите, она падает уже весь этот год, доминация падает. И она упала достаточно сильно, ребята. Она упала за год даже туда, где мы сейчас, на 41%, а до пикового значения на 47%. И знаете, что я вам скажу? Это правда, альтсезон есть. Но вы скажете, какого хрена не растут монеты, которые я купил? И я вам объясню. Растут те монеты, которые на хайпе из первой сотни. Ведь вспомните, еще год назад у нас тут не было с вами ни Солана, ни Тера, ни Аваленча, ни Полка Дота, по-моему. Был что? XRP здесь? Лайткоин здесь где-то ближе был? Биткоин кэш? Тут у нас появились Шиба и Ину с вами? Полигон Матик? Я говорю о том, что новые монеты, ну, относительно новые, на хайпе, они очень сильно иксуют. Нир протокол, опять же. Они иксуют и вытесняя старые монеты вниз. Децитралэнд тот же. Вот. И получается, что альткоины глобально у нас сейчас делятся с вами на две подгруппы. Ну, на три, конечно, еще есть нейтральные, но две глобальные подгруппы. Это недокупленные и перекупленные. И посмотрите-ка, я вам неустанно повторяю. Есть альткоины явно перекупленные. Это не значит, что они не будут еще расти, но это значит, что они уже хорошо выросли. А вакс, посмотрите, перекупленный, перекупленный альт. Почему? Да потому что он набрал вот с одного доллара на 140 с чем-то, 18 тысяч процентов. Перекупленный альт. Все, без разговоров. Может вырасти еще в 2-3 раза, может. И потом только упасть. Но он все равно перекуплен. О чем нам свидетельствует и график авакс BTC, который тоже, посмотрите, вырос с 900 сатоши на 200 тысяч. Как бы, ну это уже пипец. Дальше. Вот Basic Attention Token, кстати, относится к разряду средних запампленных альтов. Потому что, смотрите, к доллару он в аптренде. Вот сейчас мы поговорим об этом. Basic Attention и Atom. Atom тоже, посмотрите. Быстро пробегусь по всем альткоинам, потому что это короткое видео. Посмотрите, и Atom к доллару, и Basic Attention к доллару уже как бы на полпути. Смотрите, как они похожи, да? Они как бы, они явно в бычьем тренде. Посмотрите, находят поддержку на сетке MA Ribbon. Но они еще не, как сказать, не вот здесь. Понимаете, да? О чем свидетельствует Atom к битку? Посмотрите, Atom к битку только-только вот сейчас пробил вот это сопротивление. И на самом деле очень хорошо выглядит. Если он сейчас удержит это сопротивление, эту поддержку MA Ribbon, я думаю, по Atom к битку мы увидим очень хороший Tuzamun. При этом BNB, посмотрите, перекупленный альт. То есть, где он? Он уже проваливает поддержку, и он вырос очень-очень сильно, ребят. BNB вырос просто нереально. Вот это все тоже были сильные торги BNB, когда он стоил 20 баксов. А сейчас, ну, на мой взгляд, MPCS как перекуплен. И есть альты недокупленные, такие как Dash. Перепроданные даже, я бы сказал. Посмотрите, Dash валяется уже под своим третьим дном. У него дно-то, как бы на самом деле честная. Цена должна быть вот на 10x выше, чем он сейчас. И то, что у них там сейчас уходит SEO и раскол в комьюнити, это очень прекрасная новость, я считаю. Потому что, посмотрите, вот Dash находится под нижней границей канала BIMBands, под своей честной ценой. Вот, при этом Dash к доллару мы видим, что он как бы тоже в аптренде находился. Давайте так. Но вот здесь он пробил структуру аптренда, и сейчас выглядит очень плохо в моменте для быков. При этом накапливается, то есть вернулся в накопительный канал. О чем и свидетельствует график Dash BNB. Потому что, смотрите, Dash к Binance Coin, ну, это просто дно, вообще ниже некуда. Dash к Binance среднестатистически просто куда-нибудь вот сюда вернуться, ну, обязан на 2.5 BNB где-то. А сейчас 1 Dash стоит 0.25 BNB, ну, это капец на самом деле. Просто капец. Вот, Dash к эфиру, то же самое я вам показывал. Посмотрите, тут цели, там, 5-10 иксов. Поэтому, слушайте, если вы в долгую здесь, то вы должны это понимать. Bitcoin Cash тоже, типа, все его хоронят, типа, он никому не нужный, форк. Тем не менее, мы знаем, какие он импульсы выдает, когда его начинают пампить. Это монета, у которой общая история с биткоином и общий алгоритм. То есть его просто бери, начинай майнить, пампи, пожалуйста. Так что, ребята, про ETH Classic тоже так все говорили. Кто сейчас хейтит, говорит, что, там, купил Dash по 400, что, типа, крипто-комманс скам. Про ETH Classic вот здесь также все говорили. Про RavenCoin также говорили внизу, когда мы его брали. Про DogeCoin я вообще молчу. Поэтому, ребята, вот сейчас лично я вижу, что брать надо Lighthawk. Все еще надо. Вы скажите спасибо, что он так долго здесь валяется. Lighthawk надо брать к биткоину, посмотрите. При том, что к доллару Lighthawk в бычьей картине уже давно. При этом он на дне логарифмического канала, как и Dash. То есть тут цели пару тысяч долларов. А вот всякую ману, несмотря на то, что проект хороший, посмотрите, мана уже наверху логарифмического канала. Соответственно, потенциальная коррекция может быть очень сильная. Мана к доллару, посмотрите, тоже как высоко улетела. Matik к доллару тоже, посмотрите, как высоко улетел. Да, он на поддержке сейчас. Но, знаете, может, кстати, Matik еще сильнее улететь, и мана. Могут они улететь, и луна может улететь. Но, тем не менее, на балансе вероятностей, я еще раз вам говорю, лучше брать монеты, которые вот здесь. Понимаете? Поэтому, о чем я хотел сказать, что если вы любите шортить, и вы хотите хеджево шортить, растущий рынок шортить можно только со стопами, потому что вы не знаете, где у него потолок. Но если вдруг вы хотите шортить, я лично буду присматриваться к шортам вот таких вот перепродных монет, типа луны, саланы, маны и так далее. С короткими стопиками вот сюда, либо без плеч, но поймать точку входа и сидеть уже вниз. Потому что если все начнет сыпаться, и весь рынок будет сыпаться, то этим проектам, ребята, есть куда падать. Я просто вам покажу еще раз историю Dash BTC. Вот, посмотрите внимательно. Мы сейчас по этим проектам где-то вот здесь. Будет время еще набрать шорт. Посмотрите, они вот так же выглядят. Вот так они сейчас выглядят, эти проекты. Будет время набрать шорт, будут сквизы, будут ложные. И потом будет вот такая вот история. А обязательно у всех этих проектов, просто скриньте, будет вот такой медвежий рынок. Polkadot, опять же, это средний альткоин, потому что он и не перепроданный, и не перекупленный. Это вот чистое 50-50 сейчас по Polkadot. Я жду, конечно, отскок, как и Compound, кстати, тоже. Но что-то, как мы видим, отскока пока особо нет. Поэтому я бы на такие штуки не ставил. Даже эфир классик сейчас, понимаете, мой любимый. Тем не менее, он тоже 50-50, потому что он уже вон куда летал, и как бы вон он где был. Поэтому, ребят, если вы ищете то, что над ней, стариков, то я говорю, это Dash, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash, кстати, тоже. Это невооруженным глазом видно. Stellar тоже. А эфир классик, Basic Attention, Atom и Polkadot – это уже в середине пути монеты. Dogecoin вообще, я думаю, что пойдет дальше вниз, обратно на 100 сатоши, где ему самое место. А всякую луну, ману, матик, солану, BNB-шечку и прочую перехайпленную историю, я думаю, надо присматриваться к шортам на ближайший год. Вот такое вот у меня сегодня мнение по рынку. В принципе, я думаю, что оно ничем не отличается от того, что я вам говорил до этого, но это и правильно в моем случае. Я торгую черепашей трейдинг медленный, я плавно набираю позиции, плавно их разгружаю, поэтому это соответствует моей стратегии. По Dash я жду сейчас локально перебитие уровня в 120 и поход куда-нибудь на 130-140, там буду плавно разгружать спекулятивную, подчеркиваю, часть позиции, спекулятивную. Потому что ходл позицию я разгружать не буду еще несколько лет, я думаю, я набираю, там цели четырехзначные, пятизначные по Dash. Но спекулятивную позицию я буду разгружать как и по другим монетам, и по биткоину. Буду разгружаться по 44, по 48, по 52. Просто сбрасывать плечи, чтобы сохранить прибыль. Ну и по Ripple тоже и так далее. Ну и напоминаю вам, что все ссылки в описании на лучшие биржи, на Femex вы можете торговать еще и золотом, хеджироваться. Фандинг у нас опять же говорит о том, что лимитными ордерами все шортят, лимитными ордерами в стаканах фьючерсных бирж больше шортистов, чем лонгистов, больше продавцов, чем покупателей. Соответственно, если вы покупаете с плечом на бирже, вы получаете фандинг-ребейт. Это прекрасно. Вот мы, кстати, видим вот этот зелененький, это фандинг-ребейт. Ну и в целом мы видим, что мы уперлись в огромную лимитную стену покупателей. И поскольку им сюда не налили, то пришел рыночный покупатель и начал толкать цену вверх. Я думаю, мы сейчас вынесем вот этого продавца и за ту замунем куда-нибудь на 52 тысячи. А там будем посмотреть. Большинство альткоинов за последние 30 дней показали еще более худшую динамику, чем биткоин. За исключением Лио, Осмо и Луны. Поэтому будьте осторожны, но, как вариант, можно присматриваться до набора вот этих вот всех монет, которые ушли сильно в красную зону. Ну а с вами был Грин, это канал Крипто Комманс. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, торгуйте аккуратно с риск-менеджментом. И большую часть храните обязательно на холодном кошельке, а на меньшую часть торгуйте на биржах. Все, всем профитролей, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok